Добрый день, дорогие друзья! Многие спрашивают, а возможно ли общаться непосредственно в судебном заседании с процессуальными противниками, с процессуальными оппонентами? Не является ли это нормой, скажем так, не является ли это нарушением норм адвокатской этики или нарушением норм судейской этики, судебной этики? Дорогие друзья, я вам открою маленький секрет. Дело в том, что в юридических вузах, в так называемых юридических институтах, в университетах, на юридических факультетах и так далее, люди, которые имеют богатую, насыщенную судебную практику, люди, которые вникли в суть права профессора, белая кость юриспруденции, они всегда учат студентов правилам общения с вашими процессуальными оппонентами. Дело в том, что иногда имеет смысл для того, чтобы показать свою компетентность, для того, чтобы показать свою вовлеченность в гражданский процесс, в основы юриспруденции и так далее, рекомендуется в общении с коллегами использовать латинский язык, латинские крылатые фразы и так далее. И в любом случае следовать требованиям судебной этики, требовать от себя и от своих коллег уважительного отношения к процессуальным противникам и так далее. Когда я говорю о том, что необходимо и деклассировать своих процессуальных противников, их необходимо деклассировать в процессуальном плане, в плане закона, но для этого необходимо использовать законные методы, для этого необходимо не нарушать, не быть хулиганом, не быть юристом-гопником, который ногами открывает двери, не быть тем человеком, который хамит своим процессуальным хамством, пренебрежительным отношением, высокомерным, надменным отношением, ругательным отношением по отношению к своим оппонентам, нельзя добиться ни победы, ни справедливости, ничего. Только прикладывая голову, только рассуждая и работая в юридически значимой плоскости, можно добиться победы. Да, методы могут быть жесткими, меры могут быть серьезными, но все в рамках правового поля и используя тот юридический инструментарий, который вам дает Гражданско-процессуальный кодекс, тот инструментарий, который является законным и который призван разрушить позицию ваших соперников, но это не значит, что нужно выходить перед судьей, махать кулаками и так далее. Нет, дорогие друзья, не в этом суть судебного процесса. Вот это то, о чем я хотел сказать, поскольку много вопросов о том, а можно ли обменяться мнениями с вашими процессуальными оппонентами. Конечно, можно, дорогие друзья, можно. И я знал много примеров, когда, к примеру, в арбитражном суде люди, стоя в коридоре перед судебным процессом, они мило общаются, обсуждают и житейские проблемы, и будни юридические, и все это. А уже в судебном процессе становятся непримиримыми с соперниками, с принципиальной позицией, и не сдают интересы клиентов, а наоборот стараются выиграть процесс. Потом вышли, пожали друг другу руки и разошлись. Поэтому и в кодексе профессиональной этики адвокатской это все прописано. Не должно это превращаться в противостояние юридическое, во вражду, в ненависть и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вот эти этические вопросы, этические проблемы, они тоже играют определенную роль. Потому что сама по себе ситуация, когда вы находитесь в судебном процессе, это стресс. И не надо этот стресс нагнетать, добавлять к нему какие-то человеческие отношения и тому подобное. Это, дорогие друзья, ничем хорошим не кончится. Поскольку это все находится в рамках этики, тем не менее, вот в непроцессуальные контакты по поводу дела, это уже вещь непозволительная, когда идет какой-то сговор и так далее. Вот здесь, вот эти моменты, вот этого делать категорически нельзя. И здесь нужно отделять одно от другого. Одно дело, когда идет обычная нормальная процессуальная деятельность, другое дело, когда идет процессуальное предательство. Вот эти вещи являются недопустимыми. Из-за них можно лишиться и адвокатского статуса, из-за них можно лишиться и доверия клиентов, и самих клиентов. Но в непроцессуальное общение судьи по делу вообще может повлечь за собой вплоть до лишения его статуса судьи. Вот это то, о чем хотелось поговорить, дорогие друзья. Если необходима какая-то практическая помощь, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Удачи в ваших делах.